Хочу представить себя. Я являюсь заведующим отделением нейрореабилитации городской клинической больницы номер один города Алматы. Это наша южная столица. И я являюсь координатором по развитию реабилитационной службы в регионе, в городе Алматы, который, этот отдел у нас создан при Министерстве здравоохранения, поэтому все вопросы связаны с развитием реабилитации, с предложениями какими-то проходят через регионы, через нас конкретно, и мы можем все свои предложения вносить непосредственно Министерства здравоохранения. Вопросы больше у меня не по экзоскелету, но как перспективу я ее озвучу. У меня вопросы по организации реабилитационной помощи в Республике Казахстан. Конечно, любая работа, она всегда, медицинская сфера, она в любом случае всегда имеет какие-то определенные свои индикаторы. У нас есть очень, самые главные индикаторы в развитии здравоохранения, и у нас есть программа ДИНСАУЛОК, которая переводится с казахского здоровья. Основной индикатор – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 73 лет. Предохищая, так сказать, эти стратегии, я хочу сказать, что к концу 2019 года мы уже достигли этого показателя, она составляет 73,12. В структуре общей смертности хочу тоже указать, что основные три причины, впрочем, наверное, как и во всем мире, ведущей причиной является болезнь системы, кровообращение занимает 22%, вторая причина – онкологические заболевания, это 12%, и на третьем месте смертность от несчастных случаев, травм и отравлений. Естественно, эффективность реабилитации, она в первую очередь исчисляется тем, насколько идет увеличение процентов инвалидизации населения. Конечно, в этом плане мы только в начале пути, потому что у нас только становится слега реабилитационная служба, но, к сожалению, у нас пока инвалидность растет с каждым годом, и вот по подсчетам 2015 года среди взрослых у нас около 480 тысяч пациентов, что составляет 3% взрослого населения, из них 22% – заболевание нервной системы. У детей около 44,5 тысячи ребенка, это 1,2% от детского населения, и из них 20% – заболевание нервной системы, в них сидят пациенты, страдающие детским церевральным параличом, это около 10 тысяч пациентов. Нормативно-правовая база. Конечно, самое главное – это Кодекс Республики Казахстана, здоровье народа и системы здравоохранения, и основные три наших приказа, которые регламентируют деятельность реабилитационной службы, это 98-й приказ, правило восстановительного лечения и медицинской реабилитации, и 759-й стандарт, организация медицинской реабилитации населению Республики Казахстан. Также есть протоколы диагностики лечения по всем трем основным профилям, по травмам, по кардио, по нейро реабилитации. И надо сказать, не смотрите на дату, у нас все эти приказы сейчас меняются, и они в новой абсолютно форме будут выходить в 2020 году. Эти приказы будут изменены под те изменения, которые у нас планируются в развитии реабилитационной службы. В 2020 году у нас будет вводиться обязательно социальное медицинское страхование. Сейчас, в данный момент, у нас существует трехэтапная система, и первый этап, он сразу же входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, то есть каждый пациент, который поступает на первый этап, он сразу же получает экстренную помощь, заодно и реабилитацию раннюю. Со следующего, сейчас и второй этап входит в ГОМ, но со следующего года у нас второй и третий этапы будут входить в обязательно социальное медицинское страхование, и все эти этапы будут покрываться с республиканского бюджета. Также еще есть один, другой еще дополнительный источник, это индивидуальный источник дохода, который каждый пациент может себе позволить, если у него есть на это средства. Теперь хочу сказать, как происходит поддержка именно в государственном плане по финансам. В данный момент у нас существует такая система, что первый и второй этап покрыт, и третий этап, к сожалению, пока еще не оплачивается, но со следующего года у нас большие финансовые средства уходят на развитие реабилитационной службы. Министерство здравоохранения уделяет этому очень большое внимание, и вы видите, сейчас у нас расходы на реабилитацию составляют около 5,4 миллиарда тенге, что в эквиваленте в долларах это считает около 14 миллионов долларов. В следующем году это будет 38 миллиардов тенге, и в долларах это где-то около 97,5 миллионов долларов. Как мы видим, указочка не работает, второй столбец говорит о том, что происходит у нас рост финансовых средств на втором этапе, и третий столбец, если у нас сейчас никак не покрывается, то в следующем году большие финансы будут влияться на и третьему этапу реабилитации. Вот эта таблица, она показывает, насколько у нас происходит укомплектованность койками реабилитационными на втором этапе. Мы видим, что Казахстан пока занимает не очень, где-то, ну, небольшое место, 2,6 койки на 10 тысяч населения по сравнению с другими странами, где достаточно высокие цифры, но и мы не самые последние, может быть, потому что в тех странах, в которых меньше показатель, больше уделяется нестационарной амбулаторной реабилитации. Укомплектованность врачами-реабилитологами составляет около 400 врачей, и надо сказать, что у нас такая же система была подготовки, как и в России. Раньше у нас существовали физиотерапевты и врачи ЛФК отдельно. Сейчас у нас с 2009 года введена новая специальность, ну, как новая, это, в принципе, переименовали ее на медицинскую реабилитацию, которая включает в себя и физиотерапию, и ЛФК, и коротологию. Поэтому все врачи, которые раньше были просто физиотерапевтами или просто врачами ЛФК, они сейчас должны компенсировать свои знания в те сферы, которые нуждаются для того, чтобы быть действительно медицинскими реабилитологами в полноценном смысле этого слова. Организация реабилитационной помощи по этапам. Первый столбец – то, что мы имеем в настоящее время. Последний столбец – то, что мы планируем в 2020 году в соступлевые новые нормативные правовые базы. У нас трехэтапная система также сохраняется. В настоящее время у нас еще есть два дополнительных поддерживающие. Повторная реабилитация. Повторная реабилитация – это для детей, инвалидов, которые могут ежегодно проходить курсы в реабилитационных центрах. У нас достаточно в Казахстане их для детей. И поддерживающая реабилитация, она покрывалась, может быть, частично, потому что финансов на этого не было, и она где-то локально проводилась. Поэтому у нас со следующего года все три этапа. Первый этап у нас начинается с отделения реанимации, в специализированных отделениях. Второй – это в отделениях или на койках медицинской реабилитации, при многопрофильных стационарах и в реабилитационных центрах. И третий этап – он может существовать в разных объемах. Это амбулаторное посещение. Это дневной стационар, стационар замечающей технологии. Реабилитационная дома с выездными бригадами и круглосуточный стационар, который может проводиться в реабилитационных центрах, в многопрофильных стационарах. То есть пациент может иметь возможность лежать, если при этом есть показания, несколько раз. Значит, что у нас также существуют тесты и опросники, которые мы применяемся для оценки эффективности реабилитации, для определения этапности. Это индекс Бартела, ММСЕ и шкала Азии в неврологии, в кардиологии, это 6-минутной ходьбы и показатели МЭДС, и в ортопедии индекс Кейтела, Картновского, Бартела, также и гониметрия. Что мы новое вводим? Мы вновим МКФ со следующего года. МКФ у нас будет пока в таком ограниченном контенте, потому что мы не все 4 домена будем использовать, а только 2. Делается это с целью одной для того, чтобы приготовить наше, так сказать, врачебное сообщество, для того, чтобы они могли уже начинать работать именно в рамках МКФ. И МКФ будет оцифровано. То есть каждый пациент, который будет проходить реабилитацию на стационарном или амбулаторном этапе, будет знать, будет позволять оцифровка проводить его на тот этап, который ему необходимо, и прослеживать его, чтобы мы не могли терять ни одного пациента, нуждающегося в реабилитации. Основные профили, которые сейчас существуют, так же, в принципе, как и в Российской Федерации, я думаю, это неврология, кардиология и травматология. Дополнительно будет в 2020 году вводиться еще 2 профиля. Трансплантология, так как у нас очень много проводится операций, высокоспециализированные по трансплантации, и так как горта пациентов, которые нуждаются в реабилитации, она должна быть неупущена, и пульмонологическая реабилитация. Что касается номенклатуры. В 2009 году, как я уже сказала, специальность введена медицинской реабилитологии и восстановительные лечения, в скобках ЛФК, физиотерапия, куртология. В 2016 году она изменена на просто медицинская реабилитология, и в 2020 году мы планируем изменить название специальности на физическая медицина и реабилитация. Также мы в 2020 году будем вводить в номенклатуру специальность эрготерапевта, которых сейчас, к сожалению, нет, но тем не менее она у нас прописана не в стандарте, в составе мультидисциплинарной бригады, поэтому мы должны быть, так сказать, коррелировать все эти наши приказы. Но эта схема известна, я думаю, никому не будет. Кто у нас в состав входит мультидисциплинарная бригада по стандарту? Врач-реабилитолог, врач профильной специальности, специалист по лечебной физкультуре, по трудотерапии, логопед, психолог, медсестра по уходу массажиста, в центре, конечно, пациента и его семья. По показаниям могут использоваться те специалисты, привлекаться те узкие специалисты, в которых необходимо их участие. И еще есть понятие, как социальный работник и ортезист. Социальный работник, он больше работает на амбулаторном уровне. Теперь хочу немного поделиться своим опытом о развитии именно амбулаторного этапа реабилитации. Так как я уже говорила, сейчас в данный момент он не оплачивался, нет, было финансировано. Но тем не менее, при инициации нашего, так сказать, медицинского сообщества, и меня в том числе, мы создали 8 амбулаторных центров в городе Алматы на базе тех поликлиник, которые были готовы принимать пациентов третьего этапа. И именно 8 амбулаторных центров созданы в каждом районе города по принципу шаговой доступности. И до того, как мы приняли этот приказ в 2017 году, естественно, в совместном департаментном управлении здравоохранения города Алматы был представлен проект по развитию амбулаторной реабилитации, по оснащению необходимым и по финансам. Этот проект был защищен на уровне Акимата. Акимат спонсировал нам. Это закуп и финансовую поддержку. И, соответственно, у нас было закуплено оборудование, обучены врачи, в том числе и за рубежом. И в 2018 году, в 2019 году мы уже приняли пациентов, около 8,5 тысяч пациентов, при потребности 28 тысяч пациентов. Я думаю, что в 2020 году эта цифра намного увеличится, потому что мы планируем открыть еще 6 реабилитационных центров. Тем более будет финансовая поддержка с республики. И где-то мы примерно, ну такие позитивные прогнозы, около 80, может быть, 90 процентов мы охватим. А что касается экзореабилитации. Экзореабилитация является все-таки инновационной технологией. Я не могу сказать, что мы ее применяем повсеместно. В Казахстане пока очень мало экзоскелетов. Я думаю, что они единично существуют. Это происходит, потому что у нас пока в наших стандардах не прописаны инновационные технологии. Но, тем не менее, вот этот протокол, который мы будем принимать в 2020 году, мы это предложение уже не везли. В рамках роботизированной механотерапии, как инновационную методику мы внесли экзоскелет. И что для этого нужно, для того, чтобы защитить этот пункт? Все-таки, конечно, расчет тарифа. Потому что я думаю, что применение экзоскелета – достаточно дорогостоящие мероприятия. Мы должны будем дополнительную оплату для этого попросить. И для этого нужна потребность в использовании экзоскелета и эффективность лечения у пациентов тех профилей, которые мы реабилитируем. Источником финансирования, конечно, будет республиканский бюджет. Это фотографии наших амбулаторных центров, которые действовали в 2018 году. И мы видим, что тут не только пациенты, но у нас еще есть и группы здоровья, люди пенсионного возраста. Занимают абсолютно всеми категориями, не только взрослыми и детьми, но и престарелыми людьми. Занимаются как индивидуально. То есть все, что входит в протокол, они делаются. Вот оборудование, которое нам закупили. При, и хочу сказать, естественно, при реализации всех этих этапов и шагов, мы, конечно, можем получить ожидаемые результаты. Это снижение показателей временной стойкой трудоспособности, снижение смерти с ней, инвалидизации. И, естественно, самое главное, улучшение качества жизни пациента. Этот последний слайд я включила, потому что сейчас на слуху и очень много говорится о реабилитации. И она настолько популярна, как эти два голливудских актера, всемирные, Сильвестра Сталлоне и Арнель Шнвардснеггер. И много очень вопросов все-таки остается до сих пор еще нерешенных. Но, тем не менее, я думаю, что внедрением новой и правильной системы реабилитации, сохранением со всеми ее правилами преемственности и этапности, мы можем достигнуть очень хороших результатов. Спасибо за внимание. Амина Богдановна, можно вопрос? Конечно. Юль Борисовна Мартынович, главный реабилитолог Брянской области. Вот мы бы хотели перенять опыт у своих коллег, если таковое имеется. И скажите, пожалуйста, у вас при лицензировании ваших учреждений, государственных учреждений, ну, лицензионные требования требуют, требовали выполнения стандартов оснащения. Вы совершенно верно заметили, что экзоскелет является тренажером с обратно-биологической связью. Скажите, пожалуйста, сколько у вас учреждений лицензировано? Ну, как государственных, я участников сейчас. По Республике Казахстан? Да. Не могу сказать честно. Почему? Потому что, значит, те реабилитационные центры, которые сейчас занимаются, конечно, имеют лицензию. Мы сейчас говорим о том, чтобы лицензию имели и те учреждения, которые, ну, в принципе, в большом объеме, пока не считаются реабилитационными центрами, но которые должны принимать пациентов. Отделения. Отделения. Те учреждения, которые имеют отделение, они обязательно имеют лицензию на реабилитацию. Обязательно. А стандарт оснащения на сколько процентов выполнен, коль вам ваше руководство, я так понимаю, не в полном объеме разрешило и позволило оснастить эти отделения? Все-таки на сколько стандарт оснащения выполнен процент? Ну, в среднем. Вы как главный реабилитолог. У нас минимальный стандарт оснащения тоже меняется сейчас. Он сейчас настолько, так сказать, вот если вот считать вот это все, это стопроцентное оснащение. Стопроцентное, да? Есть, но он не входит в стандарт минимального оснащения по реабилитации. А, все понятно. Субтитры создавал DimaTorzok